Водолаз 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 Наукой доказывалось, что жизнь на нашей планете зародилась в воде. Для этого в мировом океане есть все необходимое. Обильная белковая пища, кислород, обширные пространства для обустройства жилища, даже минеральные ресурсы. Так почему бы там не быть и разумной жизни? Есть даже предположение, что люди произошли не от обычных обезьян, а от земноводных приматов-амфибий. А вот все ли эти приматы вышли на сушу? Кстати, далекие предки китов когда-то оказались на земле, побродили по ней и вернулись опять в водную стихию. Им там показалось комфортнее. Поэтому нельзя отрицать и предположение, что часть обитающих в воде предков человека вышла на сушу, а часть осталась в морях. Не исключен и вариант, что какие-то сухопутные приматы вернулись в океан и приспособились к жизни под водой. Человечество наверняка обязано своим происхождением в какой-то водной среде, потому что у трубы матери тоже водная среда. У трубы матери повторяют глобально всю историю человечества, которое тоже произошло оттуда, по теории эволюции. Но теорию эволюции сейчас уже многие отрицают. Но те, кто считают себя эволюционистами, последователями дарвинизма, они говорят, что человек эволюционировал из водных млекопитающих. Не так давно знаменитый британский натуралист и криптозоолог Айвин Сандерсон опубликовал довольно занятную книгу о биологии неопознанных существ. Там автор выдвинул теорию, что на нашей планете существует высоко развитое сообщество разумных млекопитающих, которое миллионы лет назад обосновалось на дне океана. На удивление, с британским ученым согласилось немало исследователей. Действительно, было бы странным, если бы эволюция не породила в водной среде собственную цивилизацию. А если это так, то теория Сандерсона дает повод предполагать, что под жутким давлением воды, в темноте и безмолвии морского дна, могут обитать таинственные и нелишенные интеллекта ихтиандры. Когда мы говорим о том, что под водой может находиться некая цивилизация, мы сами того не подозреваем, затрагиваем архиважный вопрос. А что такое цивилизация? А кого мы ищем в просторах космоса или вот под водой? Как выясняется, мы ищем самих себя с таким же уровнем морали, с таким же уровнем этики, нравственности. Техники, законности, форм социального устройства. Вот кого мы ищем. А таких и нет. Надо признать, что скептиков, подвергающих сомнению даже саму мысль о том, что в океане может существовать высокоразвитая цивилизация разумных существ, немало. Один из критиков теории Сандерсона и других исследователей, поддерживающих британского натуралиста и криптозоолога, небезызвестный Малком Скотт Карпентер. Он второй американский астронавт, совершивший орбитальный полет на космическом корабле «Аврора» в мае 1962 года. Однако в НАСА оказались недовольны работой Карпентера на орбите и отстранили его от следующих полетов. И тогда американский астронавт переключился на исследование океана. С 1965 года он стал заниматься подводными экспериментами в интересах военно-морских сил США. При этом активно сотрудничал со знаменитым океанологом и изобретателем акваланга Жаком Ивом Кусто. Карпентер побывал почти во всех уголках мирового океана. Опускался на большие глубины и нигде не встречал даже намеков на следы какой-либо подводной цивилизации. Он отмечал, что в воде под океаном в глубинах опасности для человека на порядок больше, чем в космосе. Там совершенно другие освещенности, температура, химический состав среды, силы тяжести. Там давление самое главное. На каждом вот слое, так сказать, глубина, там разные химические процессы в организме идут. То есть, с человека подобную сущность организовать там цивилизацию не может. Тем временем японские рыбаки по возвращении из Путина рассказывают удивительную историю. Например, как моряки шхуны Немура вытаскивали на палубу трал с уловом и вдруг увидели в сетях странное существо, которое, оказавшись над водой, разбушевалось и вырвалось из плена. Старожилы утверждают, что это человекоподобные амфибии, живущие в прибрежных водах острова Хонсю. Их также неоднократно видели рыбаки у берегов острова Авадзи. У этих существ есть даже прозвище, которое им дали местные жители – Капа. Очевидцы утверждают, что этот Капа представляет собой нечто среднее между лягушкой и черепахой. Лягушачья кожа вместо носа – клюв. Пальцы на руках и ногах могут быть соединены плавательными перепонками. На голове короткая шерсть. На спине может быть черепаший панцер. Тело источает рыбий запах. Две руки Капы соединены друг с другом в районе лопаток. Если потянуть за одну, то другая сожмется или вообще может выпасть. Однако есть другая разновидность Капы, похожая на обезьяну. Все тело покрыто шерстью, во рту имеются клыки, носа практически незаметно, на руках есть большой палец, на ногах пяточная кость. А черепашьего панциря может и не быть. На самом деле, все большее число исследователей признают сегодня, что мы под водой не одиноки. То есть все, что мы недоизучили под землей и под водой, это как раз остаются наши соседи по планете, которые там обитают и создают, а может быть, создали давно уже и поддерживают свою цивилизацию какую-то. И эти существа многолики и многообразны и по форме, и даже, скажем, по содержанию так. И очень часто входят с нами в контакт. Кстати, упоминания о таинственных подводных жителях можно найти в мифах многих народов мира. Например, у шумеров. Когда археологи, исследуя развалины древней Месопотамии, обнаружили глиняные таблички с клинописью и расшифровали их, то один из документов показался исследователям наиболее любопытным. В тексте упоминалась раса полурыб-полулюдей, которая обитала в пучине Персидского залива. Самое интересное, что эти подводные обитатели одно время поддерживали тесный контакт с шумерами. И не только поддерживали, но и учили их, как жить и развиваться. В одной из шумерских табличек с клинописью была фраза следующего содержания. «У края моря, что омывает Вавилон, появились существа. Их прозвали Кулилу, а главного величали Аонессом. Говорили они человеческим голосом, как и мы. Днем они обучали нас письменности и всяким наукам. Когда Солнце заходило, существа снова погружались в воду залива, потому что они были земноводными». Конечно, данный древний текст можно принять за обычную шумерскую сказку. Однако некоторые исследователи склонны утверждать, что такое могло быть и на самом деле. Вспомним, что вся жизнь на нашей планете зародилась в воде. Вполне вероятно, что и человек. Но не все вышли на сушу. Возможно, из-за задержки в процессе эволюции. Или по каким-то другим причинам. Во всяком случае, сегодня уже почти никто не сомневается в реальном существовании русалок. То есть существ с человеческим телом и рыбьим хвостом. А не те ли это Кулилу из древних шумерских текстов? Русалки, в принципе, чем-то даже на нас похожи. То есть просто более приспособлены к обитанию на морских глубинах. То есть они могут дышать под водой. И для них созринено дыхание чистым кислородом. У них созринено движение по воде, потому что их тела приспособлены к движению под водой. Соответственно, это какие-то либо плавники, либо перепонки, которые позволяют отталкиваться от подводной массы. Соответственно, общение между нами тоже крайне затруднительно, потому что есть их язык общения, есть наш язык общения. И они разные, конечно. Самым богатым на различные страны происшествия и сенсационные свидетельства в области паранормальных явлений считается 20-е столетие. Эти происшествия даже попытались собрать в специальный даджест хроники необъяснимых событий. Одна из глав этого сборника посвящена рассказу некоего Геннадия Боровкова из Риги, когда тот отправился на отдых на Черное море. Было это еще до развала Советского Союза. Курортник увлекался подводной охотой, но однажды он одномоментно покончил со своей страстью. Произошло это в Анапе. Геннадий с подводным ружьем спустился в море всего метров на 7-8 и затаился в ожидании добычи. И вдруг оцепенел. Из зеленоватой глубины прямо на него плыли огромные существа. Совершенно белые и с человеческими лицами, без масок, аквалангов, с крупными рыбьими хвостами. То существо, что плыло впереди трех других, увидело подводного охотника, остановилось, уставилось огромными выпуклыми глазами, напоминающими человеческие. К нему подплыли остальные. И тогда существо махнуло рукой в сторону пловца. Не плавником, а именно рукой, хотя и с перепонками между пальцами. И тут все стали разглядывать человека, не подплывая ближе трех метров. И вдруг, как по команде, быстро поплыли назад в открытое море, шевеля только могучими хвостами. Когда они скрылись, подводный охотник вылетел из воды. Больше он в море не заходит. А на Каспийском море отдыхающие до сих пор опасаются купаться в районе Абширонского полуострова. Все началось еще в 60-е годы прошлого века, когда несколько купальщиков на Каспии в районе Баку столкнулись напрямую, лицо к лицу, прямо с такими вот огромными существами двух, там, трех, четырех метровой длины. У страха, конечно, глаза велики, и им приписали даже огромные хвосты. Но дальнейшие встречи показали, что речь идет об обычных, обычных, похожих на людей, существах, просто гигантского роста, которые выплывают из глубин, большим любопытством относятся, как бы осматривают человека. Местные жители прозвали этих таинственных существ рунаншахами. Само слово рунаншах – иранское, и в переводе означает «повелитель вод». Доктор Али Джафаров, научный сотрудник НИИ Биологии Российской Академии Наук, считает, что это человекообразное существо, живущее в морской среде, питается мелкой рыбешкой. Несмотря на то, что рунаншах обитает в воде, его иногда видят и лежащим на берегу. Выглядит он как человек среднего роста, плотного телосложения, с бледным, голубовато-серебристым цветом кожи и зелеными, как водоросли, волосами. Лицо рунаншаха, хоть и похоже на человеческое, все же имеет некоторые отличия. Например, отсутствует уши и подбородок, нос крупный и горбатый, глаза большие и круглые. Конечности рук состоят всего лишь из четырех пальцев, между которыми натянута перепонка. Ноги короче, чем у человека, и заканчиваются чем-то вроде ласт. И некоторые даже люди, которые потом рассказывали, что они испускают какие-то сигналы, которые порождают в мозгу определенные образы. То есть эти люди представляли себе какие-то странные города, какие-то постройки, какие-то селения, вот такие вот непонятные, как будто из воздуха возникшие и потом снова исчезающие. Как и откуда таинственное существо с именем Рунан-Шах могло появиться у Абширона? И почему исторические летописи ничего об этом чудище не говорят? Каспий удивительное природное образование. Сейчас это самое большое соленое озеро в мире. Но есть мнение, что раньше Каспий был морем. Исследователи предполагают, что на его дне существует цивилизация, и Рунан-Шах является ее представителем. Кстати, раньше это существо встречали и на севере Ирана, и даже в Туркменистане, в районе Челикена. Исследователи уверены, что цивилизация, которой принадлежит Рунан-Шах, одна из самых древних на Земле. И она жила себе тихо, мирно, скрытно от глаз человека, пока не началась интенсивная нефтедобыча на Каспийском шельфе и безудержная эксплуатация рыбных ресурсов. Все это заставило Рунан-Шахов активизироваться. Впадина или Марианский жёлоб самое загадочное место в мировом океане. Причем наибольшую глубину в этой впадине имеет так называемая бездна Челленджера, расположенная на юго-западе жёлоба и уходящая вниз более чем на 11 километров. Впадина всегда привлекала внимание ученых. Начиная с середины прошлого века несколько международных научных экспедиций исследовали её дно, задаваясь вопросом, а могут ли там обитать хоть какие-то живые существа, находясь под давлением океанических вод в 1100 атмосфер, при низкой температуре и в полной темноте. Первыми измерили глубину жёлоба советские учёные в 1957 году. Они же доказали, что даже при таком огромном давлении там обитают живые организмы. Но кто именно? Представить себе вот эти размеры, эти глубины можно мысленно поместив Эверест в Барианскую впадину. То есть если его туда поставить, то ещё можно представить, что 2 километра ещё над Эверестом будет ещё воды. Вот это вот такой ужас, такое давление, которое давит на все объекты, которые там находятся, на этой глубине 10, 10, 940, там плюс-минус 40 ещё. Вот это вот, казалось бы, такая глубина, на которой на сантиметр давит там несколько десятков тонн. Давление такое имеет место. Как там можно жить? На самом деле живут ещё как. В 1960 году Батиска в Триест с учёными из США на борту опустился до самого дна и пробыл там целых 12 минут. По сей день повторить это не удалось никому. Гидронавты смогли увидеть несколько странных крупных рыб. В 90-е годы прошлого столетия японские учёные смогли взять пробы грунта со дна. Позже в нём обнаружили несколько видов простейших организмов, ранее неизвестных науке. И вот в 2003 году экспедиция судна «Гломар Челленджер» начала спуск новейшего аппарата для исследования глубин впадина. Вдруг приборы стали записывать какие-то странные звуки, напоминающие скрежет при распиливании железа. А на экране монитора люди увидели тени каких-то огромных монстров. Звуки продолжались более часа, и учёные решили срочно поднять аппарат на поверхность. Не на шутку испугавшись, что дорогостоящее оборудование сгинет в пучине. Через 8 часов аппарат подняли, и все пришли в ужас от увиденного. Металлические части приборов исковерканы, а 20-сантиметровый трос, на котором опускали оборудование, почти полностью перепилен. Какое же чудище смогло это сделать? Позже исследователи предположили, что гидронавты неосознанно вторглись в некую запретную зону. Зону обитания каких-то существ, возможно, даже разумных. Вот только непонятно, был ли контакт этих существ с гидронавтами дружелюбным или агрессивным. Более логично второе. Загадочные монстры защищали свое глубоководное место обитания от незваных пришельцев. Однако исследователи не похоронили идею вновь проникнуть в эту зону. Дело в том, что разумных обитателей подводных глубин осталось очень мало. Их реально не так много. Встретиться с ними тоже тяжело. Нередко, когда сами как-то выходят на контакт или поднимаются на поверхность. Общение с ними может нам дать знание о подводной глубинах. Исследователи убеждены, что в бездне гигантского желоба обитает какой-то диковинный зверь. Скорее, даже целая колония загадочных монстров. Косвенным подтверждением этого стали недавние находки на берегах северных Марианских островов и острова Гуам. Это сравнительно недалеко от границ впадины. Местные жители там натыкаются на мертвые тела 80-метровых чудищ. Также на этих островах были найдены гигантские зубы. Сейчас ученые спорят, кому они могут принадлежать. Одни доказывают, что это останки громадной доисторической акулы. Предполагалось, что эти акулы вымерли около 3 миллионов лет назад. Но найденные зубы гораздо моложе. При этом ряд исследователей считает, что это некие разумные существа, погибшие в пучине и выволоченные своими сородичами на сушу. Но для чего? Загадка, которую никто пока не может разгадать. То есть, эти существа обладают такими свойствами, которые просто не присущи ни одному живому существу на свете. Но и еще более интересно то, что при них, например, существуют какие-то другие еще твари, которые живут, паразитируют там на них, при них, как рыбки лоцмана, при акулах. Периодически они вгрызаются в это основное тело, там удаляют, например, какие-то больные пораженные органы с челюстями своими, как бы вгрызаются и как бы хирургами такими живыми работают. Вот такие вот вещи там происходят. Но это только малая доля того, что известно про марианских обитателей. Сейчас уже мало кто из исследователей сомневается, что в глубинах Мирового океана вполне может существовать древняя цивилизация. Причем по своему развитию она может даже опережать нашу. В подтверждение этому можно привести пример с последней необычной ситуацией, которая произошла с научно-исследовательским батискафом Кальмар, австралийских военно-морских сил. Подводный аппарат работал в так называемой котловине Беллинсгаузена. Эта котловина находится в юго-восточной части Тихого океана между материковыми склонами Антарктиды и американского континента. Максимальная глубина составляет там около 6 километров. Батискаф был снабжен видеокамерой с дистанционным управлением и шел в 40 метрах над дном. Во время съемки в объектив попали странные объекты овальной формы с четкими контурами, излучавшие сильный внутренний свет. После изучения видеозаписи учеными Мельбурнского университета и специалистами ВМС Австралии был сделан вывод, что камера батискафа зафиксировала какие-то сооружения явно искусственного происхождения. Решено было повторить съемку этого же района. Через пару недель батискаф снова опустили в то место, где были загадочные постройки. Но там, кроме ровного дна, уже ничего не было. Хозяева глубин предпочли замести все следы своего присутствия. В марте 1941 года военно-транспортный самолет АНТ-6 возвращался из особой арктической экспедиции. Летчик Иван Черевичный и штурман Валентин Акуратов ввели тяжелую четырехмоторную машину с так называемого полюса недоступности на юг Якутии. Пролетая над районом с координатами 62 градуса 30 минут северной широты и 143 градуса 36 минут восточной долготы, экипаж обратил внимание на какие-то непонятные объекты на земле, постоянно находящиеся в движении. маршрут легендарных полярных летчиков не раз проходил над этими местами, но ничего подобного раньше ни черевичный, ни Акуратов не наблюдали. Они решили снизиться, чтобы попытаться разгадать загадку. И когда высота мер самолета показала отметку 50 метров над землей, Валентин Акуратов вдруг увидел то, что любого неуравновешенного человека могло бы привести в ужас. По толстому льду бескрайнего озера самолет как раз шел над ним. Метались два огромных и страшных чудовища. Испуганные ревом авиационных моторов и тенью самолета, монстры нырнули в ближайшую полынью, подняв мощный столб воды, как от артиллерийского снаряда. Когда летчики вернулись на базу и рассказали об увиденном, их выслушали, но к докладу отнеслись с большой долей скепсиса. И только комендант аэродрома старый Якут многозначительно покачав головой таинственно заметил «Это лабанкарский черт». Каких-либо других подробностей от коменданта добиться не удалось. 14 декабря 1958 года в газете «Молодежь Якутии» появилась довольно странная заметка. В Аймеконском районе есть большое озеро Лабанкар. Длина его 14 километров, а глубина 60 метров. Ближайшим от озера населенным пунктом является поселок Тамтор. Жители его рассказывают об огромном загадочном чудовище, обитающем в Лабанкаре. Чудовище называют чертом. Однажды этот черт погнался за рыбаком якутом. Животное имело темно-серый цвет, огромную пасть, а расстояние между глазами было больше ширины плота из 10 бревен. Рыбак от страха скончался. Автор заметки был высмеян коллегами и читателями. И на этом история про чудовище из озера Лабанкар заглохла. Но ненадолго. Спустя 4 года в киосках Союз Печати появился очередной номер популярного альманаха вокруг света. Тираж был раскуплен моментально. Журнал опубликовал дневники начальника геологической партии Восточно-сибирского филиала Академии наук СССР Виктора Ивановича Твердохлебова. Кульминацией стали страницы статьи, где автор описывал встречу с неизвестным реликтовым животным на берегу того самого далекого якутского озера Лабанкар. Люди, с которыми я работал в этой редакции, помнили, как она появлялась и рождалась на свет, потому что это было очень сложно ее напечатать. Хоть и начало 60-х это было уже как бы не сталинское время, но редакторы по-старому боялись новых веяний, каких-то открытий, которые пошли бы совершенно наперекор вообще науке, что и произошло. Но тем не менее она появилась, произвела буквально фурор в Советском Союзе. Это произошло 30 июля 1953 года, когда Виктор Твердохлебов и его напарник Борис Башкатов, собирая дрова для костра, поднялись на сопку и заметили в воде какой-то предмет. Вот что было записано в опубликованных дневниках ученого. Предмет плыл и довольно быстро. Это было что-то живое. Оно двигалось по дуге. Сначала вдоль озера, а потом прямо к нам. По мере того, как оно приближалось, странное оцепенение, от которого холодеет внутри, охватывало меня. Мы видели лишь небольшую часть чудовища, но под водой угадывалось огромное массивное тело. При этом от его головы шли волны, рождавшиеся где-то под водой. Хлопает пастью, ловит рыбу, мелькнула догадка. Перед нами был хищник. Без сомнения, один из сильнейших хищников мира. Такая неукротимая, беспощадная, какая-то осмысленная свирепость чувствовалась в каждом его движении, во всем его облике. Какие-то другие подробности о встрече ученых с неведомым зверем в якутской тайге в статье опускались. Но даже эти строки сделали публикацию сенсационной. Тут же свидетельству Твердахлебова подверглись критики. В частности, один из ведущих научных сотрудников Института мерзлотоведения по фамилии Толстов высказал мнение, что на самом деле очевидцы наблюдали огромного сома. Однако в Лабанкыре сомы не обитают. Кто-то высказывал мнение, что геологам просто померещилось некое чудище, что часто происходит в северных широтах с людьми, оказавшимися один на один с дикой природой. Их теологи попытались объяснить увиденное преломлением света в воде. Но Твердахлебов и Башкатов были опытными исследователями и вполне давали себе отчет, что может быть преломлением, а что миражом. Твердахлебов открыл это животное, действительно, описал его, и его описание дорогого стоит, потому что, во-первых, он был настоящим ученым, хотя, в общем, геологом, не зоологом, но очень таким образованным человеком, природоведом. С ним были коллеги, которые тоже разбирались как бы в древности, в палеонтологии, и они поняли, что перед ними просто неизведанное существо, неведомое существо, которое живет в этом озере. Само место, где видели таинственное страшное чудовище, ученые называют не иначе, как затерянным миром. Одни считают, что это некая легенда, миф, не имеющий ничего общего с реальной историей. Другие представляют себе затерянный мир, как утраченную колыбель мироздания, или вообще понятие другого измерения. Озеро Лебенкыр – самый настоящий затерянный мир. Оно находится на практически недоступном для путешественников плато на высоте более километра над уровнем моря. Водоем имеет форму вытянутого с севера на юг прямоугольника длиной 14 и шириной около 4 километров. Средняя глубина чуть более 50 метров. При этом на дне есть аномальная трещина, которая увеличивает глубину почти до 80 метров. Вода, несмотря на морозы до минус 50 градусов, замерзает очень медленно, что остается загадкой для ученых. В Лабанкер втекает через ледяную не тающую плотину одноименная река. И еще на озере есть три острова, которые обладают странным свойством время от времени исчезать под водой. Однако сам уровень воды остается неизменным. По сути Лабанкер идеальное место для обитания неведомого для человека реликтового чудовища, прозванного местными жителями чертов. В том, что он может существовать в Лабанкере, у меня теперь нет никаких сомнений, поскольку если существует так называемый затерянный мир, о котором я и читал и смотрел художественные фильмы, то он может существовать, на мой взгляд, только в том месте, где существует озеро Лабанкер. То есть какие-то джунгли Африки или Америки не идут ни в какое сравнение по сравнению со степенью затерянности, то есть отчужденности, отстраненности, закрытости от всего остального мира. Так кто же все-таки обитает в озере Лабанкер? И может ли вообще там обитать до сих пор неизвестное ученым некое таинственное животное? Часть исследователей считает, что возможно это мамонт. Версия это не столь удивительно, как кажется на первый взгляд. Еще отряды покорителя Сибири Ермака встречали в дальневосточной тайге огромных волосатых слонов. При переходе на полуводный подобно тюленям образ жизни мамонты могли бы легко переживать местные морозы до минус 50 и ниже градусов. Единственное, что смущает в данной версии это то, что очевидцы описывают животное как хищника. Другие исследователи считают, что это огромная реликтовая щука. Среди рыбаков Аймекона до сих пор ходит легенда, что в середине прошлого столетия одному из местных жителей удалось вытащить из озера огромную размером почти с крокодила щуку всю покрытую густым мхом. Однако немногочисленные свидетели лыбанкирского черта явно указывали на земноводный образ жизни чудовища, который для щуки, то есть типичного представителя класса рыб, является неприемлемым. Значит, это какой-то выживший доисторический ящер? Это все-таки какой-то плезиозавр, то есть очень крупный водный ящер, то есть 8, где-то 10 метров длинной, с огромной длинной шеей, маленькой головкой, ластами и мощным хвостом, который размножается яйцами и держит их где-то, хранит их в подводных пещерах по бокам озера. В 60-е и 70-е годы 20-го столетия на Лабанкере побывали несколько экспедиций и туристических групп. однако таинственного чудовища или его следов никому найти не удалось. В течение последующих 30 лет на берега озера практически не ступала нога человека, если не считать редких рыбаков, но и те старались обходить Лабанкер стороной. Правда, все же один человек поселился неподалеку от затерянного в тайге водоема. Это был некто по имени или по прозвищу Алямс. Наполовину сумасшедший ссыльный троцкист, отбывший свой срок в одном из якутских лагерей и не пожелавший возвращаться, как говорится, на большую землю. Он поселился по соседству с чертом. Алямс ловил рыбу, менял ее у геологов на продукты и водку, а потом в охмелю рассказывал истории, от которых даже у бывалых волосы вставали дыбом от страха. Оказывается, лабанкирский черт едва ли не каждая полнолуния пожирал дань от местного отшельника. Единственный раз Алямса оторвали от озера в 1993 году, когда он серьезно заболел и его в тяжелом состоянии нашли на берегу рыбаки и отвезли в больницу. Придя в себя, Алямс кричал, что его нельзя было увозить от лабанкира, что теперь-то он точно помрет. После настоятельных просьб Алямса вернули на берег. Он видел это озеро круглогодично, и вот он, где, мол, видел этого черта много-много раз. Ну, судя по тому, что Алямс умер своей смертью в кровати своей землянке, а не был съеден чудовищем. Я думаю, либо Алямс слишком много знал и был осторожен, либо чудовище не так часто выползает на берег и нападает вообще на людей. О том, что лабанкирский черт кровожадин ходит много легенд. В основном это передаваемые из поколения в поколение рассказы местных жителей. Например, как семья Ивенков Качуэ в тайге оказалась на озере, заехала на лед и привязала упряжку оленей к вмершей в лед ветке. Но ветка на самом деле оказалась рогом лабанкирского черта. Чудовище проломило льды и утащило за собой в пучину и оленей и всех молодых кочевников, которые находились в тот момент возле упряжки. Остались только старики, которые собирали ветки для костра на берегу. Другая история еще более драматична. Качевники направлялись в Эмикон и остановились на берегу ручья, впадающего в озеро Лабанкир. Пока взрослые занимались своими делами, никто не заметил, как маленький мальчик свалился в ручей. Поток воды вынес ребенка в озеро. Родители поспешили на помощь, но тут вдруг всплыла голова чудища и проглотила тонущего мальчика. Тогда отец жертва разгневался и за ночь смастерил ловушку. Черта поймали и убили. Ручей, где произошла трагедия, назвали детским. Останки чудовища бросили на берегу. Челюсть потом видели многие охотники, которые бывали на озере. говорили, что она настолько огромна, что поставив ее как карку, под ней можно было проехать на оленя, а до верха челюсти надо было дотянуться палкой. Все это, конечно, легенды, но с кровожадностью таинственного чудовища недавно столкнулись исследователи, которые отправились на озеро, чтобы попытаться разгадать тайну лабанкирского черта. И вот все, что мы утром увидели после выползания этого существа, это две цепочки следов, которые на самом деле характеризуют ширину тела выползающего, а ширина была примерно около метра. Эта цепочка вела к нашей собаке, которая охраняла наш покой ночью. То есть существо, видимо, подползло собаке и утащило его в воду. Это единственное, что я могу утверждать, судя по следам. То есть наша собака, к сожалению, явилась вот в этом страшном споре, есть ли лабангкерский черт или нет, положительным ответом на этот вопрос. Осенью 1999 года группа энтузиастов, вооружившись современным водолазным оборудованием и всевозможной исследовательской аппаратурой, отправилась на Лабангкер с надеждой разгадать тайну озера. Добраться до этих мест само по себе уже экстремальное приключение. Часть пути от Якутска до Лабангкера исследователям в буквальном смысле слова приходилось прокладывать дорогу, пробивать в снегу колею с помощью армейского грузовика вездехода, за которым с грехом пополам уже могли пройти джипы экспедиции. Сопровождал группу шаман. Он провел на берегу специальный обряд для успокоения водолазов, которые, как представители любой профессии связанной с риском люди суеверные. Погружения было два с получасовым перерывом. Во время первого нужно было понять, как организм и техника ведут себя в экстремальных условиях. Оборудование разморозили в теплой палатке, продули, проверили и снова в полынью. На этот раз уже осматривать окрестности, брать пробы воды и грунта. В общей сложности дайверы пробыли под водой около часа, а максимальная глубина погружения составила около 20 метров. Удалось зафиксировать не только опять же какую-то огромную массу, но исследователи слышали даже голос от существа записать его сомнение. К сожалению, послушать не удалось, но веря своим друзьям, исследовательным, коллегам, они говорят, что ни на что живое не похоже. То есть, ни медведь, ни лось какой-нибудь, совершенно непонятный, но животного происхождения крик. То есть, что-то живое там есть. Но, опять же, надо понимать, что озеро Лабенкар находится, во-первых, достаточно высоко, а во-вторых, это фактически постоянно замерзшая поверхность. С помощью эхолокаторов исследователи обнаружили на дне озера подземное образование шахтного типа. Проходят они как вертикальный, так и в горизонтальной плоскостях и, возможно, связывают Лабенкар с другими местными озерами. Может быть, именно поэтому при поисках чудовище не было обнаружено. Зато в соседнем с Лабенкаром озере также неоднократно наблюдали появление гигантского животного. И там тоже проводились исследования с помощью специальной подводной аппаратуры. Но, к сожалению, каких-то явных очертаний чудовища получить не удалось. Сложно достаточно обрисовать, потому что по данным эхолокации довольно сложно определить, что это за существо. Это может быть и огромный крокодил, который каким-то образом туда попал. И действительно какое-нибудь древнее доисторическое существо, которое, опять же, могло остаться там или после прохода мощной волны какой-нибудь. Но, в конце концов, может быть, это какие-нибудь даже древние эксперименты были прошлой цивилизации. Так кто же такой этот лабанкирский черт? Однозначно земноводное, и оно не эндемик, то есть не уникальное только для этих мест осок. В древнеславянских летописях данное чудище именовалось русским крокодилом, но в языковой культуре сибирских народов получило название черта. Данное животное обитало и, видимо, продолжает обитать в водоемах с очень низкой температурой воды, так как оно, скорее всего, какой-то подвид лабиринта донта, как и его близкий родственник исполинская саламандра. Скорее всего, лабанкирский черт вполне может быть даже безлегочным, то есть дышит кожей и ротовой полостью. Его тело достаточно длинное и, соответственно, имеет большую дыхательную поверхность. По этой же причине оно живет в холодных условиях. При повышении температуры растворимость газов, в том числе кислорода, снижается. А необходимую для жизни таинственного существа низкую температуру в озере поддерживает уникальная природная плотина изо льда. И на самом деле эта плотина не что иное, как реликтовый холодильник, внутри которого естественно могут находиться как замороженные растения, так и замороженные животные. к сожалению, рассмотреть его в разрезе, ну, по крайней мере, сейчас не представляется возможным. Я смею надеяться, что внутри этого реликтового холодильника есть еще ни одно неразмороженное древнее животное, возраст которого, ну, естественно, не меньше, чем возраст этой самой плотины. Согласно предположениям исследователей, примерно со второй половины августа начинается период кладки яиц лабанкирского черта. В этот период самец поднимается на малые глубины и оберегает померт. Соответственно, любое вторжение чужаков в акваторию озера чудовище воспринимает за попытку нападения на его потомство. Именно в этот момент черт атакует все живое, что появляется поблизости. Скорее всего, это стало причиной трагического случая с ребенком. Но это всего лишь гипотеза. Доказать ее можно будет только тогда, когда таинственный обитатель озера Лабанкер попадется в сети исследователей. Рано или поздно, конечно, мы поймаем это существо. И их теологи или зоологи занесут его в свои реестры и будут называть на латыни. Сейчас я могу лишь предполагать, что оно может быть как просто неизвестным науке хищником ну или либо видом неизвестного малоизвестного хищника. Между тем сообщения о встречах с озерными чудовищами продолжают поступать со всех концов света. Второе десятилетие 21 века оказалось особенно богатым на подобные сенсации. Вот лишь некоторые из них. В Китае вновь оживилось чудище из озера Канас. О нем не вспоминали с 1985 года, когда студенты Синьцзянского университета сообщили, что видели на поверхности озера неведомое животное больших размеров. И вот опять пошли слухи об исчезновении птицы домашних животных, которых кровожадный монстр якобы утягивает под воду, чтобы утолить голод. А недавно загадочное нечто всплыло на поверхность на глазах сразу десятка свидетелей. В озере Сторшон, Швеция, вновь ожил легендарный монстр, вернее слухи о нем. Впервые молва о местном ящере разошлась еще в начале этого века, когда газеты сообщили, что неизвестное науке животное стало выбираться из озера на берег и гоняться за людьми. После того, как оно испугало двух девочек, местные жители приготовили на берегу большую ловушку. Но чудовище благополучно избегало ее все эти годы. Кстати, недавно на берегу вновь были замечены странные следы. На самом деле вот таких мест на земном шаре очень много. И люди, которые интересуются этой темой, этими темами вообще о загадочных животных и существ, они связывают часто воедино и возможности какого-то потустороннего как бы мира, который существует рядом с нами. То есть иногда у нас появляются и существа абсолютно непонятного вида, и люди затрудняются даже их приблизительно отнести к какому-то виду, к какому-то даже классу существ, да, которые живет рядом с нами и в которую мы иногда по воле проведения попадаем, или она попадает к нам. В целом не покривив против истины, можно сказать, что животный мир подводного царства, особенно морей и океанов, изучен очень плохо. То и дело случаются находки, которые наводят на мысль, что легенды о гигантских змеях, осьминогах и прочих монстрах могут иметь под собой все основания. Океан. Он бескрайний и красивый. Здесь обитают харизматичные дельфины и зубастые акулы. Нам многое показывали о нем по телевизору. Однако то, что вы видели на экранах, это далеко не вся картина. Некоторые говорят, что граница наших знаний о мире лежит в космосе. Однако они льстят себе. Границы наших знаний все еще на Земле. Мировой океан по-прежнему представляет собой одну из величайших загадок природы. Многие из нас не принимают океан как должное, но он огромен, могуч и почти бесконечен, и его глубины могут таить в себе нечто невообразимое. Океаны охватывают около 70% земной поверхности, но со всеми нашими технологиями удалось изучить меньше 1%. Какие диковинки скрываются на дне? И что получится найти, если океаны станут прозрачными? Почему вода в океанах такая мутная? Ну, на это влияет множество факторов, вроде песка, фитопланктона и множества живых организмов. Но давайте представим, что океаническая вода каким-то чудом стала прозрачной. Какие виды нам откроются? Прежде всего, человечеству придется устыдиться. Каждый год в океаны сбрасывают 1,4 миллиарда тонн мусора. Так что перед вашими глазами предстанет великолепная и масштабная свалка, созданная человеческими отходами. И в прозрачном океане весь этот мусор лицезреть намного проще, чем сейчас. Но давайте немного помечтаем и проникнемся духом приключений. Только подумайте обо всех древних кораблях, затонувших при кораблекрушениях, морских войнах и нападениях пиратов. Обязательно прихватите с собою набор для ныряния, ведь теперь найти затонувшие сокровища и ценные артефакты намного легче. К слову, когда последние респонденты покинули затонувший круизный лайнер Коста Конкордия, статус крушения смог измениться на место захоронения клада. Говорят, что пассажиры оставили много наличных, драгоценностей, а на борту хранился антиквариат и тысячи предметов искусства. У охотников за сувенирами и мародеров есть шанс погрузиться и найти часть состояния. А как насчет тех кораблей, что все еще плавают? В океанах почти всегда можно насчитать более 100 тысяч кораблей. Если вы окажетесь на берегу, то при условиях прозрачности воды будет казаться, что отдаленные корабли плавают в воздухе. А сколько рыбы получится увидеть? Не так много, как кажется. Исследователи из Англии говорят, что в океанах присутствует около 5 миллиардов тонн рыбы. Этого хватит, чтобы заполнить озеро Лох-Несс в Шотландии. Однако из-за прозрачности получится все равно увидеть много рыбы, хотя вас скорее поразит пустота океана, где вообще ничего не водится. Ученые десятилетиями отображали на картах морское дно. Нам всегда кажется, что это ухабистая и даже порой гористая поверхность. Однако прозрачность воды покажет, что океаническое дно довольно гладкое. Хорошо, но давайте хотя бы заглянем в Марианскую впадину, самый глубокий желоб на нашей планете. Что там скрывается? Жуткий кракен? Древний мегалодон? Нет, вряд ли эти чудовища нам повстречаются. Но ученые сильно обрадуются, ведь получится отыскать тысячи ранее необнаруженных видов. В ЮНЕСКО сообщают, что каждый год удается найти 150 новых разновидностей рыб в океанах. Полагают, что в течение следующих 30 лет получится найти всех морских существ. Но прозрачная вода позволит сделать это намного раньше. Однако не стоит радоваться, ведь прозрачность воды может обернуться вредом для океанских жителей. Это указывает на нехватку фитопланктона, он дает синий и зеленый цвета. Без этого организма у рыб могут начаться серьезные проблемы. Фитопланктон один из крупнейших источников пищи для каждого вида рыб в океане. Без них просто придется искать больше пищи, и лишь самые крупные и сильные охотники смогут выжить. А как насчет Солнца? Жизнеспособность 90% всех сред обитания диктуется нашей родной звездой. Такие обитаемые зоны называют фотонными. Это участки, где может произойти фотосинтез и высвободиться кислород. Солнечные лучи смогут проникать на глубину в 3500 метров, а значит колонии рыб смогут распределиться по всем океаническим просторам. Но это если у них получится выжить. Если солнечный свет проникает так глубоко, то вода нагреется, ведь весь осадок на дне поглощает больше тепла, чем обычно. Чем выше температура, тем меньше кислорода в воде. Это приведет к серьезным проблемам, ведь рыбы нуждаются в кислороде, а значит много разновидностей рискуют погибнуть. Выходит, что прозрачный океан невероятно красивое место, открывающее возможность для поиска сокровищ и новых видов. Но это также смертельная ловушка для морских существ, которые рискуют не выжить при новых условиях. Это, пожалуй, даже слишком загадочно для этого списка. Некоторые люди считают, что то, что мы принимаем за НЛО на дне Балтики, просто камень. Другие говорят, что это старинная затонувшая подлодка. Но этот аппарат выглядит так, словно только что вышел эскадра «Звездных войн». Команда исследователей, обнаружившая его, утверждает, что он покоится на огромном столбе, а внутри него имеется словно бы лестница, ведущая в черную дыру. Неважно, верите ли вы в приведенные тут версии или нет, ясно одно, определенно, это действительно загадка для человечества. Красота космоса давно поразила нас. Он и правда удивительный. Существует огромное количество передач, которые проливают свет на Вселенную, на природу звезд, галактик. Человечество вплотную занялось изучением того, что происходит над нашими головами. Но не стоит считать, что на нашей планете больше не осталось тайн. Ведь мы совершенно ничего не знаем об океане, мы только начинаем понимать то, чем живут подводные глубины и создания, которые в нем обитают. И люди, занятые в этой сфере, действительно счастливчики, ведь океан это совершенно другой мир, отличный от нашего, впечатляющий и интересный. Вот несколько доказательств величия подводного мира. Первое. На Луне людей побывало больше, чем в самой глубокой точке океана. Знаешь, сколько людей побывало на Луне? Двенадцать. А сколько людей посетило бездну Челленджера, самую глубокую точку Марианской впадины? Три. И одним из них был Джеймс Кэмеро. Второе. Большинство морских тварей неизвестны науке. Последние оценки исследователей показывают, что в океане может проживать 700 тысяч видов, а то и больше. И сейчас мы определили в лучшем случае треть из них. Третье. Мы знаем больше о поверхности Марса и Луны, чем о дне океана. Благодаря космическим экспедициям мы узнали достаточно много о Красной планете. А теперь подумайте о следующем. Карты Марса и Луны куда тщательнее проработаны, чем карты дна океана. И этот список доказательств можно продолжать практически до бесконечности. Кто знает, каких еще необычных созданий мы обнаружим в океанских глубинах. О каких странных и удивительных способностях живых организмов мы еще даже не догадываемся. На сегодня все. Понравилось? Поддержи лайком. Пишите свои комментарии и подписывайтесь на наш канал. Игорь Негода